В наше высокотехнологичное время интернет и сотовая связь воспринимаются как данность. Молодые поколения уже и не поймут, как это – жить без них. Однако не очень уж в далеком прошлом, фактически единственным путем связи, например, в море, на военных объектах, а также во время различных экспедиций, являлся телеграф. Этот способ передачи информации сегодня не так необходим, как когда-то, но все еще нужен. Он очень непрост, и далеко не каждый может в нем преуспеть. Это очень редкий вид спорта. В нашей стране всего 4 области развивают этот спорт, начиная с детьми возраста 7-8 лет. Наше мастерство заключается в том, что с помощью звуковых сигналов мы узнаем буквы, цифры или знаки припинания, узнаем их, записываем их на бумагу или печатаем на клавиатуре компьютера, а также мы еще умеем это все передать, эту информацию с помощью звуков на специальном электронном ключе. И выигрывает в нашем виде спорта тот, кто это делает быстрее и качественнее. Это непростой вид спорта. Главное уже с детства определить, что у ребенка есть способности. Тогда у него будут все шансы достичь немалых высот в будущем. В наше время истинные радиолюбители передают свои знания юному поколению и растят мировых чемпионов этого вида спорта в Брестской секции и в Минской школе по скоростной радиотелеграфии. В чем же особая уникальность и отличие от других людей у спортсменов-радиотелеграфистов? Изучение азбуки Морзе – это своеобразный язык. Русский, английский – это язык азбуки Морзе. Точки-тере, каждая буквочка – точки-тере. И вот что значимость, что люди принимают и расценивают эти точки-тере с такой большой скоростью, что такой простой человек услышит какой-то просто треск. А наши дети, спортсмены принимают его, записывают и потом переписывают буквами. То есть скорости получаются очень такие высокие. И я говорю, что простому слуху это не услышать. Именно белорусские спортсмены – наисильнейшие в мире. Они многократные чемпионы и рекордсмены европейских и мировых состязаний. Главная цель ежегодного республиканского чемпионата – это провести отбор в национальную команду Беларуси. Ведь представлять нашу страну на международном уровне – это большой успех для любого спортсмена. Показатели очень высокие. Почему такие у нас показатели? Потому что отбор в сборную республики очень ежесточайший. То есть на одно место в команде претендует по 5-6 человек. Конкуренция очень высокая. За счет этого и результат высокий. И поэтому так блистаем на международной арене. И как бы все с мира ориентируются именно на белорусов, потому что мы просто ас в этом виде спорта. Приводить ребенка в этот спорт нужно именно с маленького возраста. Именно в это время детский мозг просто заточен на обучение. У него мгновенно формируются новые нейронные связи, быстро запоминается информация, тренируется реакция, скорость мышления и усидчивость. Стоит отметить тот факт, что нынешние многократные чемпионы мира Анна Семенихина и Станислав Гавриленко пришли в спорт именно в раннем детстве. А своей жизненной целью сейчас они видят именно воспитание нового поколения. Я понятия не имела, что существует такой вид спорта. Ну и как всегда в школы приходят, там на различные кружки зовут, на волейбол, кого-то там на соломку. Ну вот нас позвали на радиоспорт. И впервые в жизни, даже мои родители, все мое окружение, ну впервые в жизни мы столкнулись с этим военно-прикладным видом спорта. Ну там заинтересовали все различные там, ну компьютеры, вот эти все техники, да. И уже когда начала ездить на соревнования, там уже появился такой спортивный интерес. Наниматься можно всю жизнь, ездить на соревнования, поступать, это всегда будет актуально, ну конкретно в нашем виде спорта. Я пока только на начальной стадии учу детей, учусь, так сказать, сам тоже немножко этому делаю, потому что по сравнению с тем, как вот мой тренер меня набирал, чувствуется большая разница, потому что опыта еще не так много, но тоже довольно интересное занятие. Объяснить это детям, это совершенно другое, чем ты у себя в голове это представляешь. Нужно как-то по-другому все перестраивать. И в тренировках это, конечно же, помогает, новые моменты какие-то замечаешь. Алена Миневич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.